Андрей Пиантковский, политолог и публицист, присоединяется к нашему эфиру. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Ирина. Добрый день, Ян. Ну вот мы вместе с вами посмотрели сюжет. Да, вот давно об этом поезде для Путина и пишут, и говорят. Но вот появились подробности, да, спальни, залы переговоров, большой тренажерный зал, турецкая баня и даже реанимация. Но главное, вот что, постоянный доступ к федеральным каналам. Как вам такой бронепоезд диктатора? И как вы полагаете, он все еще боится летать самолетами? Ну, почему? Он летает самолетами иногда. Но вот мне приходит, возникает, конечно, у каждого третья строчка знаменитого хита Гребенщикова, объявленного, кстати, иностранным агентом, хита 90-х. Наш поезд в огне, и нам не надо что больше жать. Вот как раз очень актуально, что... И нам некуда больше бежать, да, кстати. Да, 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 совершенно спасибо. Как раз сейчас это актуально. Ну, каждый день жизни Пригожина, официально объявленного предателем-изменником, а в то же время спокойно разъезжающего между Москвой и Петербургом, мы ему почтительно возвращают там миллиарды рублей, оружие и так далее, подрывает, подрывает власть Путина. Вообще, с 24 июля уже сколько? Две недели прошло, в России происходят удивительные, удивительные вещи. И это заметили... Между прочим, американцы поняли это даже лучше, чем мы с вами, но потому что у них есть доступ. Они, конечно, их разведка слушает телефонные разговоры в бункере. И, наверное, в этом поезде, если он еще куда-то пока передвигается. Ну, потому что, смотрите, вот самые в первые дни мятежа, 23-24-го, как осторожно ввелись американцы. Тот же Бернс, вечный такой собеседник российских властей, он звонил на Рышнику, убежал, мы тут ни при чем, как бы они даже помахивали хвостиком как-то униженно. А вот как осмелел дедушка Байден на следующий день? Он же заявил, Путин is absolutely weakened, absolutely weakened. В позиции Путина абсолютно ослабли. И это же не только слова американцев, это их действия. Сегодня, я надеюсь, это все... У нас уже здесь, в Вашингтоне, все согласовано. Сегодня Байден подпишет распоряжение о правке поставки в Украину кассетных боеголовок. Об этом даже и мечтать, мы не могли в последнее время говорили. Об этом, да, конечно, принято решение об этом. Они перестали бояться Путина. Ну вот в частных беседах, мне приходилось слышать не раз, но если человек, если Путин не может убить Пригожина, потому что этот приказ у него не будет выполнен, то как же он сможет отдать приказ о ядерном ударе? Они перестали бояться ядерного шантажа окончательно. Потому что в той атмосфере, которая сейчас стоит в Москве, диктатор не может отдавать такие приказы. Более того, я продолжу эту мысль уже. Моя точка зрения, я это говорил вот в ту ночь. Многие предсказывали, что ночь на пятой взорвется Запорожская АЭС. В этой ситуации он не способен отдать, и этот приказ он не будет выполняться. Потому что люди видят, что Пригожин спокойно гуляет по позиции Путина. Ну вот он дает кому-то там приказ на Запорожье. Человек думает, а этого Путина, его завтра снимут, или что с ним завтра случится, а я буду отвечать, меня потом на пожизненное заключение или расстреляют. Вот такая сейчас атмосфера в этом российском поезде. Андрей Андреевич, вот очень интересную информацию рассказал президент Украины. Он говорил о том, что было, по информации нашей разведки, было какое-то в Кремле, не знаю, такое тайное социологическое исследование о том, что, вот по поводу событий с Пригожиным, о том, что половина людей поддерживала только Путина, а половина опрошенных поддерживала Пригожина. И в этой ситуации, как и правильно президент считает, любая следующая колонна на Москву, того же, например, Кадырова там с Чечни, да, или там большая колонна того же Снова Пригожина, она уже не остановится. И судя по всему, если, например, будут идти кадыровцы на Москву, то российские военные просто будут бросать оружие. У них ведь перед кадыровцами вообще панический страх. Ну, здесь бы я с вами не согласился. Ну, хотя бы, прежде всего, в том, что кадыровцы уже никуда не пойдут. У кадырова уже живет ментально в постпутинской, поствоенной России, и армию он создает для защиты своего государства. То есть, в смысле, если он уйдет из Чечни, возвращаться ему уже будет некуда, да? Нет, конечно. Да и у него задача, чем он отличается от других создателей ЧВК в России? Их же около 40 этих ЧВК. Все эти люди создают ЧВК. Они поняли, потому что война проиграна, поняли все. И прямо по Ленину империалистическая война перерастает, только я бы уточнил, не в гражданскую, а в мафиозную. И ЧВК создаются для будущей борьбы за власть, за громадную собственность, которая, кстати, остается бесхозной после поражения и ухода путинской группы. А кадыров не собирается участвовать в этой борьбе. У него другая борьба. Отстоять независимость Чечни. Чечня де-факто независима. Но это все как бы держится на личной унии Путина и Кадырова. Путин платит, проиграв, после того, что вторую Чеченскую войну, Путин платит Кадырову громадные дань, миллиарды долларов. Посмотрите на тот же Грозный. А Кадыров за это демонстрирует формальную лояльность Москве и даже участвовал частично вот в этой империалистической авантюре в Украине. Но с уходом Путина целовеки все ненавидят Кадырова. И он понимает, что они попытаются покорить Чечню, ну как бы как некую компенсацию за проригрыш войны в Украине. И он готовит свою армию именно к этой войне. В московской разборке его уже не интересует. Помните, как он потерялся в дорожном транспорте, когда его послали в Ростов подавлять бунт. Да, на сутки опоздал, да. Ну, случайно, случайно. Кадырова из русского уравнения уже можно выбросить. Он занят вопросами сохранения независимости Чечни. Кроме того, в Чечне у него масса врагов. Очень много людей не были согласны с его пактом с Путиным. Ну, вы знаете, прекрасно в Украине сражается чеченский батальон, подчиняющийся правительству Закаеву. Все проблемы Кадырова сейчас связаны с Чечной. А с этим горящим поездом он уже связываться не хочет. Вот еще об одних апартаментах хотели с вами поговорить. В сеть попали фото дома Пригожина в Петербурге. Их сделали во время обыска. И вот чего в этом доме только нет. Там и иконы, и китель со звездами Героя России, кувалда для важных переговоров, пачки денег, оружие. Но, наверное, самое интересное, да, это вот коллекция париков. Ну, вообще вот на какую-то вот театральную костюмерку дом похож. Сегодня можешь нарядиться вот бравым генералом, завтра еще кем-то, да. Вот какое у вас было впечатление после увиденного? Ну, вы знаете, мы же видели десятки таких картин, этих домов, начиная от Путина, всяких там, мусульмановых и прочих олигархов. Ну, и тут с таким, с милитарей таким подтекстом, вот эти все ордена. Ну, кстати, наверху-то, это, ну, герой ДНР, наверное, это такие фальшивые, железки, но герой это Россия настоящая. Ведь этот сюжет был показан по каналам с целью как бы разоблачения Пригожина. Смотрите, какой он олигарх. Ну, так они все такие. Конечно, Пригожин такой же негодяй, такой же демагог, как вся российская верхушка. Вы же, конечно, заметили, что часть его вот публицистики, это виновные олигархи, живущие на Рублевке. Вот они обманули простой народ, и мы должны подняться против них. Но он сам такой же, ничего нового мы об этом не узнали. Показательно то, как они грызутся между собой. И, ну, если, что, Путин же на пресс-конференции признался, что он за последние, кстати, это один из самых грубейших проколов, он заплатил там 800, а выяснилось 400-800 миллиардов рублей только за последний год Пригожина. Так все это создано российской властью. Кого она собирается разоблачать? А вот эта коллекция париков, все эти паспорта, ему зачем, как вы полагаете? Ну, он себя считает таким великим международным террористом, как какой-нибудь Отто Скорцени. Ну, что вы хотите, по поручению российской власти он там уже дюжину или полдюжину уж точно военных переворотов в Африке совершил. Так что он полагает, что у него должен быть именно такой имидж. Но у меня наибольшее впечатление произвела там коллекция черепов. Правда, не настоящих черепов, а, как нам показывали, какая-то у него есть инсталляция с черепами. Ну, не хватало только кувалды где-нибудь на почетном месте золотой. А там была кувалда, да, и на ней было написано для важных переговоров. Да. Скажите, вот в случае... Свообразный юмор у человека. В случае повторения мятежа в России сотрудники Федеральной службы безопасности Путина не поддержат. Вот об этом заявил российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью Ньюсвек. И причем он сказал, что сотрудники ФСБ с ним связывались и сами рассказывали, что разочаровались в путинском режиме. Я процитирую. Я думаю, что если бы завтра был другой мятеж и сотрудников ФСБ призвали защищать Путина, только 30% были бы готовы это сделать, сказал Ходорковский. Хотели узнать вот и ваше мнение по поводу такого заявления? Ну, у меня нет оснований не верить Ходорковскому. Но у нас есть более убедительное доказательство. Сам ход этого мятежа, когда без единого выстрела уголовник захватил штаб, думайте, штаб Южного военного, это штаб, из которого вела вся компания против Украины. И два высших российских генерала отчитывались ему чем-то там на скамеечке. Он очень пренебрежительно с ним разговаривал, требовал выдать им Шойгу и Герасимову, и страшный генерал Алексеев, замоководитель ГРУ, забирайте их, сказал. Потом, где были силы ФСБ, где была СИГУ, когда отряды к Пригожию взяли Ростов, потом Воронеж, потом двигались к Москве. Никто же ему не оказал военного сопротивления. Он же не пошел на Москву в результате какой-то определенной сделки, которая помог заключить Путин, Лукашенко, пожалуй, и Путин сжалился, Лукашенко, что я не могу дозвониться, он не берет трубку, пригожит. Ну какая же это диктатура? Это вот с 24 дня продолжается вот этот парад унижения Путина. Мы же видели, каким бешенством он орал вот утром 24-го, и, кстати, заметила, есть такая черта, самых заклятых своих врагов он не называет по имени. Он ни разу не назвал по имени ни Пригожина, ни Ходорковского. Но он требовал немедленно остановить, разоружить, навести порядок в Ростове. И что? А после этого вот эта сцена. Вот сцена падения путинской власти. Самая убедительная. Скажите, вот накануне, на временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС приехал представитель Кремля Сергей Кириенко. И вот, как утверждают РосМИ, якобы хотел убедиться, что станция работает в штатном режиме. И, как он сказал, нарушения границ безопасности нет. Но вот до 4 июля россияне шантажировали вот этим терактом станции весь мир. А теперь вдруг целый зам путинской администрации пожаловал на станцию. К чему это, по-вашему? Ну, это вот показывает то, о чем я уже сказал. В этой обстановке диктатор такого приказа отдать не может, когда его авторитет, ну, не просто подорван. Ну, понимаете, вот на чем держится власть диктаторов, как Путин? Как в любой преступной мафии. На безусловном подчинении всех крестному отцу, там, пахану или как хотите. И когда один из мафиози бросает вызов, и этот вызов остается безнаказанным, все, в глазах всего окружения эта власть уже обрушилась. Значит, это можно. Я бы скажу другое даже, что вот сегодня, сегодняшний Путин не смог бы отдать приказ о взрыве Каховской ГЭС. Тогда это еще был другой Путин. Тогда ему приказом, беспреказом словно подчинялись. А сегодня, вот видите, этот Кириенко вынужден там беседовать с постом МАГАТЭ и демонстрировать всем миру, что нет, мы такие пушистенькие, мы ничего не готовы. Это очень четко почувствовали в Соединенных Штатах. И вот последнее решение, я скажу так, если меня спросили, какой главный итог мятежа пригожен, я бы сказал, предоставление Соединенными Штатами Украине ракеты «Этакс» и кассетных боеголовок. И, я думаю, ускорение уже принятого решения о предоставлении Ф-16. Еще есть один итог. Вот российская валюта вчера на торгах обновила очередной годовой минимум, и курс доллара на московской бирже достигал 93 рубля, а евро добрался даже до планки 102 рубля. И вот с начала года рубль потерял по отношению к американской валюте уже 30%. И это худший результат среди валют развивающихся стран. Почему, на ваш взгляд, обвал получился таким стремительным? И, опять же, попытка пригоженского переворота на это повлияла? Конечно, повлияла. Поэтому это случилось именно через несколько дней после переворота. Ацинт. Но они сами разрушают все, что... Почему не... Нам так долго, там так долго хвастались в Москве, что вот мы отходим от доллара, мы торгуем, продаем нефть там за юаньи. Мы переходим с Китаем и Индией в торговлю от доллара на юаньи и европеи. Так что это означает? Это означает, что нет долларов. Почему рубль так кататься к долу и евро тоже? Потому что сократились валютные потоки в России. Ну, пожалуйста, собирайте свои юаньи, рупи, укладывайте их в подвалах сколько угодно, в поезде. Это же... Вот этого они сами добивались. Ну, пожалуйста. Ну, что-то они могут купить на рупи, да? Там, не знаю, специи, там, хну, что они могут купить в универе? Ну, ну... А на там энергоносители. Ну, возможно, это скажется на курсе рубля к рупи, но на курсе рубля к долгу к евро это так фундаментальная причина. А почему именно в эти дни? Это, конечно, неуверенность. Это, во-первых, сокращение прироста долларов из внешней торговли, а во-вторых, отсутствие инвесторов. Какой же инвестор будет вкладывать сейчас доллар в страну, в которую, я скажу прямо, вторую неделю подряд продолжается государственный переворот. Потому что живой Пригожин это продолжение государственного переворота. Это неспособность Путина решить эту проблему. Знаете, даже вот многие сравнивали попытка государственного переворота в Турции, которая была, да, как на нее реагировал Эрдоган, какие были последствия, и то, что происходит сейчас в России, это просто какие-то несопоставимые вещи. Вы знаете, важно даже не как реагировало турецкое общество. Можно по-разному, там же люди на танки выходили, на танки выходили. А я вам расскажу, как я, сколько уже лет назад, 30 лет назад, мы все москвичи вышли в 91-м году живым щитом, кольцом вокруг Белого дома защитить Ельцина, когда была попытка военной операции. Ничего подобного, ничего подобного. Это было фантастическое, оно продолжается, вот эта картина обрушения путинской власти, вот это, что он смог противопоставить, поцелуи с дагестанскими девочками. Слушайте, он поехал в Дербент, а почему он не поехал в Ростов, если у нас был путь, который он предотвратил, мужественные ростовчане такую замечательную роль сыграли, сказали, поезжай в Ростов, он не осмелился ни в один российский город приехать, только в Дагестан, да, где местные там ханы организовали ему встречу, и какую-то девочку даже привезли ему поцеловать в Кремль на следующий день, правда, это долго обошлось российскому налогоплательщику, он тут же за общение с этой девочкой заплатил несколько миллиардов, я не знаю, что там, рублей, по-моему, пока еще дистанция. Ну и девочку, наверное, выбрали ту, которая была на карантине не менее 14 дней, вот, скорее всего. Да, здесь-то, конечно, а туда, кроме того, там наверняка будут войны. Андрей Андреевич, был такой, когда-то, знаете, давно советский анекдот, говорит, командир, патроны закончились, да, но ты же коммунист, и вновь яростно застрочил пулемет. И вот, хотели в этом ключе с вами обсудить еще одно видео, чем вот телеканал «Звезда», телеканал «Минобороны России» кормит своих зрителей. Одна из историй, которые они рассказали, это вот как российские военные попали в окружение. Вот, все было страшно, у противника тяжелая техника, а у них закончились там патроны, боекомплекты, смерть казалась неизбежной, но тут один из солдат достал гармонь. Давайте дальше послушаем вместе. Противника было много, у них заканчивалась БК, противостоять они не могли, сдаваться в плен, потому что там на истребление все шло, никакого, значит, варианта не было. Они уже начали молиться, готовясь умереть, да. Он начал играть на гармошке, понимая, что возможно это последние там в лучшем случае десятки минут, в худшем минуты. Значит, они начали ему подпевать, вместе запели, боевой дух поднялся, я скомканно рассказываю, но это все длилось, длилось. Первая песня, вторая песня, в итоге пошли, пробились, ни одного погибшего, все выжили. Все выжили. Я подведу итог, то есть получается, что человек не с оружием в руках, а с гармонью, или с аккордеоном, и с молитвой на устах может на фронте сделать очень многое. Андрей Леонидович, ты же коммунист, да, и вновь яростно застрочил пулемет, но это... По-моему, вот эта девушка, милая, они, по-моему, издеваются, это Стек, по-моему, уже, они уже издеваются над собственной пропагандой. А что им еще остается сделать? Не, Путина не остается остается только дагестанских девочек целовать. Как помните, он возвращается к своим истокам. Сколько, да, 20 лет назад он в животик мальчика, мальчика, даже я помню этого мальчика, его зовут Никитушку, мальчика Никитушку целовал. Это страшная была сцена на Соборной площади в Кремле, там туристы были, и вот он возвращался с приема в честь выпуска офицеров. Ну, он человек не очень пьющий, видимо, там личную рюмку. И вот видно было, что он остановился перед этим мальчиком, и он понимал, что это невозможно, это нельзя сделать, это позор, это ужас. И тем не менее, вот у них, у педофилов такая невозможная преодолеться. и он сорвал просто рубашку с мальчиком, пился ему в журтую. Вот этого было достаточно. То есть алкоголь ослабил какие-то контрольные центры, да, и показал сущность этого человека. То есть, ну, тогда в любом нормальном обществе человека клетку надо было посадить 30 лет назад еще, а он до сих пор дагестанских девочек целует. Ну, и видите, пропагандистам, глядя на все это, да, остается только рассказывать, как патроны закончились, ему говорит, заиграли, сделали вот так и вышли из окружения. Я уверяю вас, после падения Путина, эти пропагандисты будут рассказывать, что они специально доводили до идиотизма пропаганду, это была их форма борьбы с путинизмом. То есть, вы думаете, что они отыграют все назад и окажутся еще героями, да, к тому времени? Это Соловьев еще все отыграет назад, он скажет, это я тоже боролся. Там настоящих-то сумасшедших мало, вот я прикидываю. Ну, вот, Дугин, единственный, кто, как чета Геббетсов, покончил самоубийство, это Дугин со своей женой. Но если бы у них было шесть дочерей, они бы, как Геббетс, и всех шести дочерей удавили бы. А у них только одна дочь, это Даша. И вы все же заметили, как счастливы были Дугины на опохрах. Они просто сияли. Ну, потому что Путин прислал какую-то там приветственную телеграмму. Дугин сам это все организовал. Его безумие, это была сакральная жертва, которая заставит Путина, как ему казалось, по-настоящему начать войну. Не так, как Путин. На самом деле, да, на этого человека просто страшно смотреть. И учитывая, что Путин слушал, прислушивался к этому человеку, то можно понять, что у Путина в голове. Но будем надеяться, ему немного осталось. Там в Кремле сейчас, судя по всему, решают, против кого сегодня дружим. Понятно, против кого они будут дружить. И конец, наверное, диктатора будет бесславным. Спасибо вам большое. Спасибо за эту интересную беседу, за ваши интересные комментарии. Напомню зрителям, Андрей Пьянковский, политолог и публицист, был в эфире телеканала «Фридом». Всегда рады вам. Спасибо. Спасибо, Ян. До следующего встречи. До свидания.